Может ли женщина зарабатывать больше, чем мужчина? И вообще, можно ли строить отношения? Когда у нас есть эти запреты, мы не впускаем в свою жизнь деньги. На вас начинает сыпаться огромное количество задач. А что у меня с партнером? Он себе работает, а я себе. Твои клиенты не связывают свои результаты с тобой. Ничего не смущает? Привет, меня зовут Елена Тарарина, и вот уже 16 лет я помогаю людям становиться счастливыми в своих отношениях. Я написала 22 книги и выучила более 20 тысяч учеников из 38 стран мира. Сегодня в этом видео я хочу рассказать тебе о том, может ли женщина зарабатывать больше, чем мужчина, и вообще, можно ли строить отношения? Именно такой вопрос я часто получаю от участников курса «Интеллекты отношений». На этот курс приходят люди, которые хотят найти, создать, закрепить и сохранить свои отношения с партнерами. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, и сейчас мы разберемся, нормально ли, что женщина зарабатывает больше, чем мужчина, нужно ли вообще женщине зарабатывать, и как тогда меняются отношения, когда в жизнь женщины приходят деньги. Когда в жизнь женщины приходят деньги, с ней начинают происходить невероятные метаморфозы. Буквально как гуща со дна борща начинает подниматься вот так вот, невероятным фонтаном, все твои внутренние страхи. У меня есть подруга, которая не может поднять планку своего дохода, просто потому что она говорит, «О, Господи, это что, у меня на карте будет лежать 500 долларов? А если я ее потеряю? Это же я все деньги потеряю!» «Нет, дома хранить я не могу!» И этот человек, уже длительное время оставаясь вот таким вот профессионалом, держит свой чек дохода очень низким, потому что у нее есть определенные страхи, у нее есть внутренний запрет следовать изобилию, принимая деньги. Деньги, приходя в жизнь женщины, поднимают еще и очень важный страх, который называется страх потери отношений. Именно об этом мы детально говорим в модуле, где изучаем финансовый интеллект на курсе интеллектоотношений. Там я рассказываю о том, что когда ты и твой партнер соприкасаются с темой денег, то извергаются буквально самые темные стороны и твои, и твоего партнера. Раскрывается огромное количество проблем, которые вы как пара должны начать вместе преодолевать. «А что, не бывает просто так, что нам просто дали денег, и мы счастливы?» Не бывает. Почему? Потому что энергия пары – это самая невероятная энергия для того, чтобы изменить этот мир. Потому что твой партнер – это тот самый невероятный человек, вместе с которым на колеснице условно для тебя дорога в рай. Потому что он – тот самый, рядом с которым ты чувствуешь себя особенно, у тебя есть вдохновение, ты хочешь что-то делать для этого мира, ты хочешь изменяться сама, ты готова сражаться со своими омрачениями, побеждать свои обиды, преодолевать свои страхи и так далее. Когда темные силы этого мира видят, что вы как пара, мало того, что нашли друг друга, еще чего не хватало, так еще и стали изобильны, на вас начинает сыпаться огромное количество задач, которые, либо решая, вы сближаетесь еще больше и растете как пара в своем внутреннем пространстве, либо вы просто обвиняете друг друга, говорите, кто дурак, кто прав, и разрываете отношения. Именно этого ждут от вас темные силы. Но силы добра нацелены совсем на другое. Именно поэтому вовремя приходят нужные курсы. Именно поэтому в жизнь приходят нужные учителя. Именно поэтому в твоей жизни, в твоем окружении появляются люди, которые как пара вместе преодолели финансовый наплыв и смогли сохранить при этом отношения и создать некоторые блага для мира и продолжают развиваться в этой отрасли. И здесь самое время задать вопрос, а нормально ли то, что женщина зарабатывает больше мужчины? И когда я слышу такой вопрос, я слышу его очень часто в последнее время, я всегда задаю другой вопрос. А почему вы решили, что то, что делает женщина, это ее заработок? Почему вы решили, что деньги, которые заходят просто через женщину, это она зарабатывает? Есть очень интересный пример. Например, когда одна женщина, которая делала консультации по гороскопу, она однажды сидела на кухне, к ней пришла ее подруга, психотерапевт, и говорит, ты знаешь, вот я вообще не зарабатываю, вот что-то я не пойму, что происходит. Мне кажется, что главная причина в том, что мои клиенты меня не рекомендуют. Мне нет сарафана в радио, я уже устала биться на этом низком чеке с этими низкими ценами. Вот я же так, я реально изменяю жизнь людей, они после меня принимают правильные решения, они сохраняют отношения, они помогают своим детям. Ну почему они меня не рекомендуют? Мне прямо обидно. И ее коллега задала ей вопрос. Скажи, пожалуйста, а как у тебя с партнером? А что у меня с партнером? Он себе работает, а я себе. А как давно ты стала великим психотерапевтом? Она говорит, ну астрологом великим я стала лет 10, а вместе мы уже 20 лет. И ее коллега говорит, подожди, то есть 20 лет ты находишься рядом с этим человеком. Вместе с ним, в его поле, ты нашла свое предназначение, ты нашла свою реализацию, ты раскрылась, ты занимаешься тем, что тебя увлекает, ты пытаешься совмещать карьеру и семью. И он вообще никак не причастен к твоему успеху? А как он причастен вообще? Он вообще что делает? Она говорит, окей, смотри, какая интересная связь. Твои клиенты не связывают свои результаты с тобой, а ты не связываешь свои результаты со своим партнером. Ничего не смущает? И в этот момент в сознании этой женщины буквально произошел переворот. В этот момент она увидела эту связь сердцем. И таких связей в наших с вами отношениях огромное количество. И мы должны исследовать, разбираться, изучать. Деньги — это очень мощный индикатор. Он поднимет слабые стороны тебя, его и вас как пара. И вы должны работать, зная, что происходит. и никоим образом не разрывать отношения, просто сталкиваясь с трудностями. Ведь каждой паре нужно научиться по-своему принимать деньги в свою жизнь. Где-то деньги входят через бизнес-женщины в семью, где-то деньги входят через бизнес-мужчины. Но по факту, если ты честно задашь себе вопрос, важно ли, как приходят деньги в эту жизнь? Важно ли вообще деньги — это номер один? Нет. А что важно? Важно, что у тебя есть партнер. А что важно? Важно, что у вас есть дети. А что важно? Важно, что у вас есть ваше пространство, которое вы сделали таким, как вам безопасно, комфортно, приятно. Поэтому, когда у меня спрашивают, могут ли быть отношения, когда женщина зарабатывает больше, чем мужчина, я всегда отвечаю, что если у женщины высокий уровень мудрости, она может зарабатывать сколько угодно. Но я сделаю небольшую пометку. Я сейчас не говорю о том, что мужчина должен лежать на диване, смотреть телевизор, а женщина только и делает, что зарабатывать. Я сейчас говорю совсем о других отношениях. Уверена, что то, что ты только что услышала, всколыхнуло твое сердце. Огромное количество таких историй, кейсов, вместе с упражнениями, практикой я предлагаю участникам курса интеллекта отношений. Я приглашаю тебя присоединиться к этому курсу. Меня зовут Ильяна Тарарина. Если действительно ты хочешь что-то изменить в своих отношениях или построить новое, сделав работу над ошибками в старых отношениях, то курс интеллекта отношений как раз для тебя подходит. Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Мы подготовили для тебя огромное количество интересной информации про отношения и про тебя, и про счастье. Субтитры создавал DimaTorzok